Польские самолеты завозят на Украину мешки с деньгами, причем в буквальном смысле. Об этом сообщает американский интернет-портал OpenNews. Но вот откуда эти деньги берутся и на что идут, остается вопросом. В интернете, правда, уже много версий. Говорят, что эти десятки миллионов долларов на свержение Порошенко. А может, наоборот, для президента. А может, на войну. Но уж вряд ли на пенсии с цельной пособия. Кто ближе всех к истине, разбирался Георгий Лебедев. Самолеты польские, рейсы украинские, деньги непонятно откуда и непонятно куда. Сайт OpenNews сообщает о тайных полетах польских авиалиний на Украину. Мешки с деньгами по 10 килограммов каждый. Подсчитали, что это миллион долларов 100-долларовыми купюрами. Автор статьи Джерри Коллинз, бывший аналитик влиятельного американского мозгового центра Рент Корпорейшн. Коллинз ссылается на свои источники в Киеве и Вашингтоне. По их данным, только за осень 2014-го на Украину таким образом привезли 30 миллионов долларов. За год получается более 120. Ну, вы знаете, если это кто-то делает, то пусть сразу везет его в Национальный Банк Украины. Скажем, спасибо. Я не знаю, какая еще революция. Революция состоялась, а какая еще может быть революция? Контрреволюция. Я думаю, народ Украины не позволит никакой контрреволюции. Но ни в какой Национальный Банк эти деньги не пойдут. Ни бюджет, ни обычные украинцы их не увидят. Черный нал, то ли из ЕС, то ли из США, отправится в карман. Но вот кому, пока непонятно. Американцы, европейцы умеют считать деньги и никогда не будут их выбрасывать просто так, не понимая, на что они идут и не получая никаких отчетов об этом. Очевидно, что при встрече этих денег в Киеве или в других украинских городах, очевидно, что там должны присутствовать представители тех стран, которые этим и занимаются. У Коллинса три версии. Первая. Груз предназначен лично Петру Порошенко. Вторая. На поддержку партии Самопомощь, как возможной альтернативы блоку Порошенко и Народному фронту. Ну и третья версия. Это деньги для Арсения Яценюка, на которого, по мнению многих обозревателей, сделали ставку Соединенные Штаты. Вы не забывайте, что сделал Яценюк ровно через неделю после прихода к власти военным путем. То есть, в результате, свержения законного правительства и президента. Ровно через неделю он подписал договор, так называемый, пятая глава евроинтеграции. Не должно смущать красивые слова. Договор евроинтеграции. Пятая глава. Это об управлении территорией Украины по линии Европы и Соединенных Штатов Америки. Новость звучит громко, почти сенсационно. Но если задуматься, то ничего нового не произошло. О том, что у Киевского Майдана, кроме внутренних, были еще и внешние спонсоры, открыто говорили сами эти спонсоры. Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, раздававшая на Майдане булочки и печенье, честно призналась, что американцы за 23 постсоветских года вложили в Украину 5 миллиардов долларов. Но это лишь официальные траты. А сколько внесли частные организации? Например, того же Джорджа Сороса, чье имя с недавних пор стало прочно ассоциироваться с цветными революциями. Созданные им организации тратили миллионы, заявляя, что развивают демократию и гражданское общество в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза, в том числе на Украине. Журнал Foreign Policy недавно опубликовал список подтвержденных, доказанных госпереворотов, которые устраивала и спонсировала ЦРУ. Иран 53-го, Гватемала 54-го, устранение вместе с бельгийцами известного всему Советскому Союзу Патриса Лумумбы в 60-м, вмешательство во Вьетнам, спровоцировавшее одну из самых кровавых войн второй половины 20-го века, свержение президента Сальвадора Альенде в Чили в 73-м и приход к власти Пиночета. Это то, в чем американцы сами признались, и везде доллары сыграли ключевую роль. Добавляем к этому списку украинский Майдан. А еще была Никарагуа, Сербия, революция Росгрузии, Майдан 2004-го. В общем, список длинный, чего уж говорить. Польские самолеты с деньгами в этом смысле лишь еще один рядовой случай. Субтитры создавал DimaTorzok